По поводу дамбы Хаджабиевского лимана у нас было решение 2012 года о том, что мы заказчики долгосрочных мероприятий по предотвращению прорыва дамбы. Там была маленькая ремарочка, разработка проекта сбросного канала. Эта документация разработана, прошла экспертизу, ждет финансирования. Сегодня, недавно было доручение городского головы, мы презентовали вариант использования этого сооружения, то есть объездной дороги, на которой находится объездная, приведение его в состояние гидротехнического служения, потому что сегодня это насыпь. Для того, чтобы это стало гидротехническим, нужно провести мероприятие. Мы презентовали решение расширения этой дороги в сторону лимана, что не противоречит генеральному плану застройки города. Получили одобрение руководства и, соответственно, решение корректируем в плане того, что мы теперь весь этот комплекс работ называем долгосрочными мероприятиями. Дальше мы после этого решения приступаем к вопросу проектирования, обновления, разработки технико-экономического обоснования, расширения данной дамбы, прохождение соответствующих экспертиз, ну и дальнейшего проектирования и поиска финансирования данного объекта. Первые очередные противоаварийные работы приостановили процесс сухозии, то есть вымывания твердых частиц на аварийных участках. Но в технико-экономическом обосновании перед разработкой первоочередных противоаварийных работ была прописана необходимость понижения уровня воды дамбы Хачбейского лимана, дабы предотвращить нагрузки на эту дамбу. Она не рассчитана была на такие нагрузки. Мы, согласно этого ТЭО, разработали проект строительства самотечного канала сброса воды в море. И сегодня стоит вопрос поиска финансов для понижения уровня. В ТЭО были четко сделаны расчеты, которые говорят о том, что дальнейшие понижения уровня лимана будут расти в геометрической прогрессе, потому что у нас растет стоимость электрической энергии. Первое. Второе. Это насосная находится на балансе сегодня инфокс-водоканала. И непонятно, кто должен финансировать понижение этого уровня. Соответственно, было обоснование о необходимости строительства самотечного канала в виде трубопровода диаметром порядка двух метров. И путем разности высот уровней воды статически вода, проще говоря, будет передавливаться в море. Спасибо. Спасибо.